Девушка, гуляя в парке со своими друзьями, увидела сцену, которую никогда не забудет. На обочине дороги умирал рыжий кот, слишком худой, с растрёпанной шерстью и тусклыми глазами. Кот был похож на брошенную тряпичную куклу, замученную голодом до смерти, и, казалось, потерявшую надежду на жизнь. В парке было много прохожих, и большинство людей предпочитали закрывать глаза. Сил у кота, казалось, уже не было, он просто бездыханно лежал, словно ожидая конца жизни. Увидев кота, девушка пошла в супермаркет, чтобы купить кусок еды. Когда она поняла, что кот больше не может нормально есть, она отнесла его к ветеринарам. Результаты анализов появились быстро. У котёнка была сильная анемия, сильное истощение и нарушение функции почек. На следующий день ситуация резко ухудшилась. Кошке стало трудно дышать, она постоянно дергалась. Врач быстро перевёл кошку в кислородную камеру, а также сообщил девушке, что кошка может не пережить ночь, и попросил её готовиться к худшему. Но этот котёнок ещё раз продемонстрировал, насколько сильны их жизненные силы, как и у людей. После пребывания в кислородной камере, различные жизненные показатели малыша начали стабилизироваться, а его психическое состояние также заметно улучшилось. Поскольку здоровье кошки постепенно улучшается, его судьба становится проблемой. Он отвергает всех людей, которые пытаются приблизиться к нему. Очуждённый кот действительно непригоден для приручения. Девушка планировала выпустить малыша в парк, где его впервые нашли после того, как его вес придёт в норму. Однако этот кот очень старый, и зубы у него сильно изношены. Он может питаться только мягким кошачьим кормом. Если его выпустить на свободу, то будет сложно обеспечить качество жизни. Подумав, девушка решила взять этого кота к себе домой. Оказывается, его плохой характер не является врождённым, а таким неуверенным в себе он стал потому, что пережил слишком много страданий. К счастью, ещё не поздно, ещё есть время всё это изменить. Постепенно он начал доверять человеку и становился всё более и более ласковым. Сейчас прошло уже почти полгода, как кота привезли домой. Малыш ещё очень худенький, но по сравнению с тем, каким был, он сильно прибавил в весе. Спасибо доброй женщине, что дала ему такую возможность. Дорогие зрители, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok